Добрый день всем. Мы продолжаем наше занятие понедельным главным, которое называется «Семь десять лиц». Приглашаем желающих участвовать, если у кого-то есть какие-то идеи в понедельной главе, мы с радостью услышим. Что касается темы, которую я сегодня выбрала для обсуждения, эта тема затрагивает, в принципе, очень большую область, в частности, книгу «Менбар», ну, вообще говоря, всю туру. Конкретно, в конечном итоге, мы подойдем к тому отрезку, который релевантен в отношении этой идеи в нашем недельном разделе. Книга, которую мы изучаем в настоящее время, недельный раздел, он из книги «Менбар». В русском языке она называется «Числа» по тому названию, которое приводится в устный таре, а в еврейской традиции принято ее называть по первому, по слову «Менбар», которое встречается в первом стихе этой книги, как это принято вообще в отношении всех остальных книг тары. При этом, обратим внимание на корень слова «Менбар». «Менбар», смысл его на иврите, в пустыне. «Менбар» — это пустыня. Корень этого слова «далет бейтрейш». Этот же корень означает «дибур», то есть «речь». Это очень интересно само по себе. Почему совпадает название «пустыни» с словом «бомедбар», с корнем, который означает «речь»? Давайте попробуем найти связь. Почему «медбар» называется «медбар», почему пустыня, о которой идет речь, называется «медбар»? На самом деле на иврите есть два слова для пустыни. Первое слово — это «шмама». Это пустыня, вот как мы ее себе представляем, сплошные пески, Сахара, ничего не растет, разве что где-то там встречается оазис. И другое слово — это «бомедбар». «Бомедбар» — это не «шмама», это не место, где ничего никогда не растет. Это место, в которое пасут скот. То есть на самом деле наша пустыня, если я сейчас взгляну из окна в середине лета, она уже вылезет немножко засушенной. Но в зимнее время, когда идут дожди, вырастает очень много растений в ней, и скот пасется в свое удовольствие. И операция по, как сказать, пасению, пастух, который выводит скот в это вот самое место, называется «умадбирцон». Он ведет туда скот, руководит скотом. Пастух — это некоторое, так сказать, трое, это некоторое очень емкое понятие. Оно применяется в иудаизме и во многих других дочерних религиях. К руководителям поколений Моисея, например, который был сначала пастухом, потом стал руководителем народа Израиля и так далее. Пастух, он руководит этим стадом, он «умадбирцон», он его ведет в пустыню. Очень интересно, я уже не помню, как это, когда-то мне рассказывали, руководить, как это, на китайском языке. Может быть, это шутка, кто-то сказал когда-то, что это слово от корня бить палками. В русском языке «руководить» — это значит вести за ручкой. Вы вредите «руководить» от слова «летабер», от слова «говорить», то есть руководство, которое проходит через слова. То есть еще немного мы об этом поговорим. Но сначала еще одно небольшое отступление. Вообще речи дают огромное значение. Слиха «говорить» от слова «гевер» О, это я не знаю в русском языке. Про русский язык ты пока посмотри в гугле. От чего? «Мипигвура», «мипигвура» говорить, вот замечательно. Это было бы интересно, но я не уверена, что это правильно. Очень много таких фейков есть по поводу иврита, откуда произошло. Ну, неважно, ладно. Иногда совершенно нелегитимные, иногда смешные бывают. Дорога, дорога. Вернемся к сотворению мира. Сразу-сразу, чтобы не мелочиться к сотворению мира. Как был сотворен мир? Это не дебур, это амиран, но это тоже другой тип речи. То есть речи придается огромное значение. Бог сотворяет мир с помощью речи. И человек, как партнер творца в этом мире, который должен исправляться мир, для него тоже безумно важно овладеть правильной речью. Онкелос, переводчик Тарына на арамейский язык, когда он переводит стих, в котором сказано, что Бог вдохнул в человека живую душу, нефиш хая, и стал человек душой живой, нефиш хая, перевод на арамейский язык, он переводит его, я еще раз перевожу это на русский язык, как душа говорящая, которой не было на это намеку в самом стихе, но для онкелоса очень важно подчеркнуть, и даже ценой некоторого изменения текста, он подчеркивает, что особенность человека в том, что он душа говорящая. Во-первых, душа, во-вторых, говорящая. У животных мы можем отвлечься немножко от комментариев и сказать, что у животных тоже есть некоторый тип языка. Они каким-то образом общаются между собой, они каким-то образом передают информацию. Но вот это руах мемаляля, тот дух, который наполняет человека, он требует другого уровня говорения. На самом деле, все мироздание оно говорит, если мы приведем в пример Псалом, например, который мы читаем утром в субботу, расширенный набор Псаломов, есть 19-й Псалом, он говорит так, небеса рассказывают славу Бога, о деянии рук его повествует свод небесный, все говорят. День в дню передают слово, ночь в ночь открывает знания. Дальше есть стих такой, который я всегда понимала неправильно. На самом деле, так, наверное, надо понимать, что нет эйна мэр в эйн варим, нет амеры, нет говорения, нет слов, не слышен голос их. А я всегда читала по-другому, и я с детьми поделилась, и они сказали, что, может быть, можно и так читать, что все мироздание говорит со Всевышним, но нет таких слов и нет таких высказываний, которые бы не были услышаны. Чтобы не было услышанных голосов. Но это как вы прочтете, да? Это уже отдельный вопрос. То есть все мироздание разговаривает не просто так, но у человека есть дополнительное какое-то право и обязанность говорить, построить свою верность. Теперь евреи попадают в египетское рабство. Естественным образом у рабов нет возможности говорить. их слова ничего не значат, и они разучаются говорить. И мы выходцы из Советского Союза бывшего, будь в память его, благословенно. Благословенно. Да, я так это в кавычках. Мы помним, что книга даже такая была, «Евреи-молчание», да, Натан, так она называлась? «Евреи-молчание». Те, кто находятся в рабстве, они молчат, они не умеют говорить. И вот приходит избавление, праздник, который называется Песох, который наши мудрецы толкуют как Песох, то есть «Уста говорящий». Они молчали, 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 но в какой-то момент они возопили к Богу. Это начало избавления, когда они начинают говорить. И, возможно, было ощущение, что дайте им возможность говорить, выведите их на свободу, они научатся говорить. Они станут партнером Всевышнего в правильном использовании речи. «Но». Еще я хочу добавить «до-но». «До-но» есть еще позитивная весть, ну, такая не совсем позитивная, но тем не менее. Весь период пустыни, он у нас обрамлен песням. Песня – это тоже речь. Есть у нас «Амирай», есть у нас «Дибур», есть у нас песня. Песня – это еще более высокий уровень речи на самом деле. И тут у нас был недавно Байдин по принятии декларации. Я не хочу, так сказать, называть конкретно людей, но один человек, с которым мы беседовали до Байдина, просто познакомиться. Он нам сказал, вы знаете, мне трудно что-то рассказывать про себя, я вам прочту стихи, которые я написал на эту тему. И стихи, они гораздо глубже раскрывают душу человека, гораздо ближе к пониманию. Проза – она передает информацию неплохо. Ну, иногда проза бывает высокого уровня, которая трогает нас очень сильно, нашу душу. Но вот песня – именно такого рода она. Она не только передает информацию, она не только дает знания или понимание, она к тому же еще передает какие-то очень глубокие уровни постижения. И вот при выходе из Египта евреи стоят после перехода моря, и они не хотят выразить свое отношение к тому, что произошло. Но они еще не умеют говорить, и поэтому Муше говорит, а весь народ за ним повторяет эту песню, песню на море. Интересно, что их блуждание по пустыне перед входом в землю Израиля, оно тоже завершается песней, которая называется «Азину», которая Муше говорит всему Израилю. То есть все это блуждание, оно неслучайно как бы вставлено в рамки песни, в рамки речи. И сама она называется «Бамедбар», место, в котором учатся разговоры. Когда мы обратимся внимание на вот это самое «но», о котором я хотела сказать раньше, на то, что происходило с ними в пустыне, все их грехи в основе своей начинались с неправильной речи. Начиная с греха золотого тенца, когда они пришли к корону и сказали, вот этот человек Муше, он не вернулся, сделай нам кого-нибудь. Все было сформулировано неверно. Они действительно, можно понять, беспокоились, что Муше не пришел. Но вот это вот тотально, все плохо, все пропало, сейчас мы будем делать золотого тенца, мы сейчас что-нибудь придумаем, заменим на скорую руку. Вы в тяжелом положении, вы ждете, что Муше придет, он не приходит. Не так надо говорить. И так далее. Продолжается это все с грехом разведчиков, которые, что они сделали? Они говорили злоязычие на земле Израиля. Опять проблема в речи. И проблема в книге Бамидбар. Базовые проблемы начинаются, когда они начали жаловаться плохо. И были комитами Невра. Они жаловались плохо Муше. Это классический такой кусок, с которого, как принято считать, начинаются очень серьезные проблемы там. Муше. И то же самое с Корохом. Датаны Авера. Которые говорят Муше. Мы в прошлый раз говорили об этом. Демагогией они занимались. Все. Они больше ничего не сделали. Они занимались демагогией. И это было разрушительно. Вот это их речи. Поэтому одна из важнейших задач, действительно, которая была поставлена в эти годы скитания перед народом, это научиться говорить правильно. научиться быть партнером Бога в своих речах. Давайте посмотрим в нашей главе сейчас. Я выписала тут, чтобы не открывать всю главу, несколько стихов. Тут что случалось? Начинается, нападает на них царь. Один из царей. Кто же это был? Из Арада, да? И тогда, перед тем, как выходить на войну, что происходит? И дал Израиль обет Господу. Этого раньше не было. Раньше Муше разговаривал с Богом, передавал все Израилю. А тут Израиль берет на себя обязательства перед Богом. Обращается с речью к Богу и говорит, если предашь народ этот в руки Мои, то разгромлю города. И услышал Господь голос Израиля и предал Кананеев, и разгромили они их городами и нарекли имя месту тому хурма. Есть тут диалог между Израилем и Богом. Есть тут правильное обращение. Потом есть неправильные опять жалобы евреев на то, что Боже их так и не ввел в землю Израиля. Очередные жалобы. Об этом можно говорить. Насколько они сейчас были легитимны. Насколько это отличается от тех жалоб, которые были, когда они вышли из Египта. Это уже перед входом земли Израиля. Это уже совсем другой народ. У них другая мотивация. Тем не менее, жалобы были нелегитимны. Однако, после этого, когда их начали жалить змеи и так далее, и пришел народ к Моше и сказали, они согрешили мы, что говорили против Господа, и против тебя помолись Господу, чтобы удалил от нас змея. Тоже этого раньше не было. Способность признать свои ошибки. Способность прийти к Моше и сказать, да, действительно, мы поступили неправильно. Помоги нам исправиться. Этого тоже не было. И самое главное, самый интересный отрывок, на который очень редко обращают внимание почему-то, хотя он знаменует какой-то совершенно необыкновенный этап в развитии народа в пустыне. Оттуда двинулись они к колодцу. И это тот колодец, в котором Господь сказал Моше, собери народы и им дам воды, я отвечу им, так сказать. И тогда воспел Израиль песню эту. Это тот язык, на котором говорится азиашир муше вне Израиля. И тогда воспел Моисей и сыновья Израиля. Тогда пел Моисей, а народ отвечал. А тот сам Израиль воспел. То есть у него родилась способность к песне. Я напомню, что до этого была ситуация с этим самым колодцем, который Моше стукнул по нему, когда не нужно было стукать. В общем, я все сделал неправильно. И там была проблема с этим. Пришли, когда евреи пришли, жаловались, что нет воды и так далее. А тут они сделали что? Они воспели. И появился колодец. Наполняйся колодец, пойте ему. Колодец, который князья выкопали, вырыли его вожди, народа с жезлом, посохами своими. Не то, что они использовали посохи, как лопаты. Вы помните, там тоже фигурировал посох, да? В той истории со скалой, когда Бог сказал Моше, возьми посох и говори со скалой. То, что они сделали здесь, то же самое. Они взяли посохи и говорили с колодцем. Они ему пели, и колодец наполнился водой. То есть это поразительная вещь, которая здесь происходит, когда они сознают на какой-то момент, может быть, не навсегда, что они в состоянии словом творить мир, как творил его Всевышний. То есть словом добиться того, чтобы вышла вода. Спасибо за внимание, на этом я остановлюсь. Окей, господа и дамы, есть какие-то вопросы? Лена Слиха, вы что-то говорите или это просто так включилось? Нет, я говорю, спасибо. А, окей. А, окей. Федор Гамур. Федор Гамур. Я хотел просто буквально... Я слышу эхо свое. Одно слово добавить. Интересно. По-моему, ты про это как бы не говорила. Вот Мидбар тоже, вот эта вот странность. Соответственно, как бы то, что по-русски пустыня называется. И все застыло, ничего этого. С другой стороны, даже такое значительное слово, как давар. Ну, давар – это вообще просто столбовое слово. Натан, я же сказала, что это не пустыня, на самом деле. Да. Пустыня – это шмама. А Мидбар – это место, в котором выгоняют сон, чтобы он там ел. Особенно зимой. Ну, и даже, ну, ближе к лету там… Ну, как это, здесь вот, динамика, как раз в нашем районе, где я живу, около пустыни. Фата Мидбара называется, рядом с пустыней. Да. И Дафин, например, Бетлехов – это же самый район. И арабские дети сегодня, они выходят с этим скотом в пустыню зимой. И они там кормятся. Ну, это та пустыня, так сказать. Это я понял, но все-таки, все-таки странно, что место, которое, даже если это не шмама, то есть как бы вообще полное, не знаю, безлюдие, шмама – это вообще что-то… Ну, там ничего не растет, просто короче. А здесь растет. Да, но все-таки слово «довар» – это сущность. Одно дело, что там кто-то ходит, пасется, как ты говоришь, дети, то, сё, пятое, десятое. Это так же и вещь. Я просто говорю, странного ответа у меня нет, но это странно. Да-да. Не странно, а интересно. Странно, да. Ну, как бы интересно. Да, там не только слово, но и дело. Ну, да, «довар» – это вообще, «довар» – это просто супер. Вообще, вот это вот тоже, ну, как бы интересно, что это вот знаменитое разнесение в русском языке и в русском сознании, да, слово и дело. Вот, а на иврите слово и дело – это одно слово «довар». Ну, хорошо, как-то… На самом деле, в Алмуде есть разногласия. Да. Есть разногласия по этому поводу, но там называется «масе». «Дибур камасе даме» – спрашивается. Хорошо. Можно ли уподобить «дибур» действию? Это интересный сам себе вопрос, и что Алмуде – это отдельная большая тема. Но мы сейчас находимся в таре, в его простом смысле. Ну, это она сама подводит нас к такому вопросу. Действительно, «довар» – это только слово. Или это еще и… Объект. Объект? Да. Объект? Окей. Ну, хорошо. Продвигаемся дальше. Продвигаемся дальше. Ну, замечательно. Итак, то, что я хотел сказать… Можно спасибо сказать. А, да, замечательно. Мехама, большое спасибо. Очень глубокая… Попытка очень глубокого восприятия. Я, правда, чуть иначе воспринимаю вот это место, где пасется стадо. Потому что мы в нем пробыли вроде как 28 лет. И вот я думаю, что мы были в качестве этого стада. И думаю, что не говорить нас учили, а молчать и слушать. О, это интересно. Потому что болтать мы можем постоянно. А человек, который может убрать этот постоянный шум внутри, он… Ну-ка, я извиняюсь, как слово «бог употребить». Но он что-то слышит такое. Не будем употреблять слово. И вот в этом плане, вот тему, которую вы затронули, она очень глубокая. Но почему-то вот из всего, что я смотрел у комментаторов, как-то это… Ну, вы одна из первых, которые стали глубоко говорить насчет… Я, короче, не знаю. Нет, я опиралась на некоторую статью. Я не идентична по ней шла. Но, например, об этом Рафа и Тамара Ильдад. Есть статья его о том смысле связи между Дибуром и Медбаром. Но я хотела сказать, что вы совершенно верно говорите. Как раз в этой статье он этого касался, что есть еще более высокий уровень, который выше Дибура, выше речи, который касается тех областей, которые уже невозможно описать только с помощью речи. Иногда это более высокий уровень. Действительно, вы правы. Спасибо большое. Окей. Да. Александр, спасибо. Ну, хорошо. Мы как бы продолжаем дальше. У меня… Я иду по статье Ханан Парата. Вот. Она касается такого детального разбора. Разницы концептуальной, можно сказать, технической. Ну, и вообще, как понять разницу между Хакимом и Мешпатимом? Вещь очень непростая. Да. Еще все это следует из текста. Сейчас, полсекунды. Хочу… А, да, да, да. Все, 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 все отлично. Я хочу себя запинить. Окей. Итак. Заглавие статьи Ханан Парата – это то, к чему он приходит в конце. Называется «Хукимом и Мешпатим Атанулематта». А именно, ну, как бы такой приблизительный перевод на русский язык. Хуким, как типа, как законы. Мешпатим, я перевел как усталый. По-моему, это близко. «Ты нас учил» или «научил». То есть, законами и усталыми «ты нас научил». То есть, как бы, вот на одном дыхании. Вот это в названии статьи уже, как бы, есть некоторый ответ, которому потом приходится. Да. Но, тем не менее. Значит, Тора в книге «Бамидвар», про которую сейчас Нахаманов рассказывал, что такое «Бамидвар» и так дальше. В девятнадцатой главе «Ютет» в стихе втором сказано «Зод хуката Тора». Ну, такое очень хвоздевое выражение. И вот закон Торы. А дальше приводится пример в следующем, как бы, стихе. Вот классический пример, что такое закон. «Войхуй леха пора одума тмима». И возьмешь ты себе корову красную или рыжую. На иврите «одума» это, может быть, и красная и рыжая. Ну, так по-русски, по-русски, по-моему, переводится больше «рыжая корова». Может быть, даже «красная корова». «Тмима тмима» в смысле «без ущерба». И вот теперь у нас задача, как бы, понять. Теперь дальше. Давайте посмотрим, какие могут быть подходы. Во-первых, есть классический подход, который дает Раша в своем некотором таком, ставшем классическом замечании. Ну, звучит так. Почему вообще надо, кроме мишпатим, почему еще надо было делать, как бы, все-таки особую вид заповеди, категорию, которая называется «хок», «закон». Он объясняет. «Афиши асатан ваума-то ау-лан монин в скобках мицаарим». Почему? Потому что сатан. Сатан, по-видимому, можно так приблизительно понять, что это злое начало в человеке, который его, как бы, мидар-бенетт, что-то такое, идти не туда, куда надо. И, кроме того, говорит ум от ау-лан, вот народы мира. Ну, поскольку мы знаем, сейчас народы мира, как бы, можно условно разделить. Народы мира дружественные, близкие, даже идентифицирующие, лучшие из них часть, евреями. А Рашир имел в виду другую часть, да, нехорошую. Ну, они там тоже остались. Они обижают или, как бы, действуют на нервы, да, Израилю, говоря, чуть-то за заповедь такая. Это то, что пишет Рашир. «Мамец ваазот». «Ума там ешба». Ну, какой вообще в этом смысл? «Красная корова». Я хочу сказать, чушь какая-то. Но выглядит, как бы, странно совершенно. Типа Леавдель, там, черная кошка перебежала. Тоже цвета какие-то перебежала. Черная кошка, здесь красная корова. Это непонятно. Вот они это и говорят. Ну, что-то у вас какие-то странные дела вообще. Окей? И поэтому, поэтому написано в Торе «Хука». «Хука» — это то, что в современном виде называется «Конституция». По-видимому, как бы, такие свод с новополагающих законов. Чем он отличается от «Мишпатима». Ну, сейчас посмотрим. Но, как бы, по прямому смыслу уже понятно, да, куда это идёт. «Мишпатима» — это то, что человек может понять сердцем и, как бы, логикой. Прежде всего, логикой. Почему, как бы, правильно их исполнять. И дальше, как бы, у вас придутся примеры. Какие примеры? «Хукима», какие примеры? «Мишпатим». Дальше. И ещё это такая вот интересная штука, да. Вот Раша обосновывает свой вот этот подход на трактате «Ёма», в котором сказано «Тану Рабанант», говорили мудрецы, «эт мишпатай тасу». «Мишпатим», вот то, что я перевёл, «законы». «Законы мои делайте». «Вэт хукатай тишмиру». А «законы», в отличие от усталов, да, «тишмиру» не делайте, а «тишмиру» в смысле «старожите». По-русски трудно перевести, потому что «лишмор» — это как бы «старожить». Это тоже вид исполнения, но, видимо, исполнение другой. И нам сейчас как бы важно, поскольку трудно передать на русский даже то, что и на иврите сразу без комментариев, непонятно, да. Но, тем не менее, видно, что мудрецы, они всё-таки делают разные подходы. И подходы, вот то, что сказано «эт мишпатай тасу», «мои уставы будете делать или исполнять», а «хукатай законы» вы будете «лишмор». «лишмор» — это то, что человек оберегать. В этом, кажется, вот уже концептуально есть какая-то разница, потому что если… Хранить, я думаю, надо перевозить. Да, но вот хранить, тут же тоже как бы имеется в виду, что это делать, но мне кажется, делать в том смысле, что делать, оберегая их от того, чтобы они не представились нерациональными, а бросить их в сторону. И это как бы более-менее сочетается с тем, что будет дальше. Да, потому что если привести пример, например, мишпатин, да, но это как бы известные вещи. В основном вся часть или категория в Западе, которая относится к Бейн-Ладаму Хавверону, между человеком и его ближним, вот они все относятся к западе мишпатин. Там «не воруй, не убивай» и как бы так дальше. Ну и как бы по логике понятно, не воруй человека почему. Мало того, что это как бы плохо, ну потому что если ты будешь воровать, тебя тоже будут воровать, общество не может так существовать, да, и люди не могут существовать, соседи не могут так жить. Если один будет убивать, другой будет его убивать, ну и как бы так дальше продолжается, да. А вот примеры, такие примеры, как, вот мы уже сказали, пора от ума, то есть очищение с помощью пепла красной коровы, да, еще она там, в скобках мы сейчас не будем разбирать эту заповедь, но там как бы, а логичность, она еще более сугубляется, потому что у нее есть как бы, забыл, есть такой научный термин, но у нее есть двойное действие, то есть обратное, прямое, противоположное. Она кого-то очищает, а кого-то, например, от того, кто, от того, кто ею очищает, она оскверняет. То есть это как вообще совершенно нелогично, непонятно, да, то есть у тебя есть суперлекарство, понятно, что оно все должно действовать одинаково. Конечно, оно как бы действует странно. То есть какие-то странные вещи совершенно. И вот как понять вообще, зачем нужно такое разделение, да, и на каком основании все-таки можно привести к какому-то общему знаменателю. Вот такая у нас сегодня задача, быстренько, да. Но, тем не менее, ответ как бы в любом случае, да, кроме красной коровы, то, что я забыл сказать, что у меня в голове, это вот поедание хазира, свиного мяса. Это вот тоже называется хука. Почему? Потому что понять как бы непонятно, почему именно свиное мясо, оно как бы запрещено. Вообще, наверное, все вещи, которые связаны с едой, это, наверное, все является хука, потому что непонятно, почему это можно есть, это нельзя есть, да, там, копыта, то, сё, как бы. Но есть признаки, по которым можно определить, как бы установить законы Кашрута, но по какой аналогии, совершенно непонятно, абсолютно. Как бы все, в скобках скажу, все идеи доказать, что это связано с, как это, а, диетарными, с диетарными законами, где-то так, но на самом деле не очень понятно. На самом деле, стопроцентно это не выводится из того, из примера и других, что на самом деле это для кого-то может быть полезно и как бы и так дальше, да. Окей, но, а что, чем заключает Талмуд, что он заключает, вот эту вот дискуссию, которую кусочек из нее привели, а, а чем припечатывается, а припечатывается тем, что Всевышний говорит, а не Ашем. Это в конце, это в книге Ваекра, значит, вот 18 глава, 4 стих, можете посмотреть, там, где сказано, это Мишпатайта, Асу, мои уставы делайте, а мои законы соблюдайте. Ну, вот как бы так я перевел, да. А в конце припечатывается, а не Ашем. Вот Талмуд говорит, зачем сказано, а не Ашем. А не Ашем сказано, чтобы сказать, а не Ашем, а не Ашем хакатав, вэн лэхаршут лэрэрэм, потому что я Всевышний, который их, это глагол от слова закон, узаконил, я их установил в качестве законов, да. Вэн лэхаршут лэрэрэм, и у тебя нету права, лэрэрэм, это означает начинать, вообще говоря, заниматься размышлениями. Нужно, не нужно, вообще, в скобках скажу, да, у меня как бы это, лично это, тем не менее. Лэрэрэр это не это, ирурэрэм, это возражатели, апеллировать. Апеллировать. Тут мне нянь стоит, лэхарэр, 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 ирур, ирур, да, 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 да. Ну, если, ну, человек начинает думать. Одни раз я слышал от очень близких мне людей, то это знаменитое выражение, в общем, было принято. Вот я всю жизнь делал свинину, и ничего. Мода, можно ничего, тоже можно разобрать по кускам, что значит ничего. Обычно, как бы, люди все-таки, как бы, ну, так ассимилировать, уходили от общины, неужели в Израиле, обычно их еврейство кончалось. Они как бы говорили, вот я еврей, и все, это сто процентов, вот в паспорте написано. А вот свинину, ем, и ничего, и что ничего, ну, значит, что как бы живу нормально, как все. Ну, ответственность такой, что на них это еврейство, пойдем, и кончалось, да, если не происходило чудо, как вот в нашем поколении. Но это было что-то личное такое сказано. Теперь дальше, давайте посмотрим дальше. Так вот, поэтому из всего выше приведенного, Рафхан Ампарат, он говорит, и у нас как бы исходная точка из всего сказанного резюме такое. Это все поясняет нам, что совершенно неправильно считать, что вот эти хукин, законы, да, вы помните, про которые мы говорили, пара дума, красная корова или вот поедание свинины, да, они не представляют собой, называется гзерот ши-ру-ки-от. То есть такими случайно взятыми постановлениями, которые установил Всевышний, просто для того, чтобы на нас проверить, как бы подчиняемся мы или нет. То есть есть у нас, как бы, боязнь, либо нет боязни. И вообще, вполне мог бы заменить им их и другими тоже, что на неважно какие. То есть, например, я говорю, Леавдиль, да, вот человек, я хочу проверить, насколько человек мне послушный. Вот было такое выражение, это я сейчас на месте придумаю, да, импровизация, да, я, по счастью, в Советской Армии не был, только два месяца после университета. Ну вот был такой выражение от меня до следующего столба, Сижан говорит, а вот отсюда до меня-то, вот беги, то есть какие-то дурацкие вещи, либо там марши какие-то еще. Никакой логики в этом не было, просто для того, чтобы показать, все, ты мне подчиняй, что хочу, то и делаю. Все, можете все, что угодно сделать. Так вот, наш подход, он все-таки должен быть не такой. Мы не должны к этим западам относиться таким, что приказал, делаем, а мог бы и другой сказать. Нет, это означает, что все-таки, все-таки правильно и относиться к ним по-другому. И теперь посмотрим, что мудрецы, интересно, как бы некоторый такой двойственный подход. С одной стороны, вот то, что я сказал, ассур ле-хар-эр, то есть ассур запрещено размышлять в смысле, а надо ли это вообще делать. То есть, в результате этих, как бы логики, я могу прийти к тому человеку, я ем свинину, и ничего. Наверное, вот Всевышний ошибался, в нашем поколении это уже не работает. Раньше было опасно, в жаркие страны холодильника не было, тоже такое утверждение было бытовало. Да, у нас сейчас холодильники есть, так, положил, все нормально, свежее, вполне можно хавать, ничего не происходит. Окей. А говорят, это не так. Вот это не так. Окей? Теперь давайте посмотрим дальше. И тогда Рамбан, слуха Рамбан, в мурен и вухим, вот он говорит, ИСОТ МУСКАМУ ШИКОЛЯ МИЦВОТ ЕШЛАЕМ ТАХЛИТ МОИЛА БЕМЦИЮТ. Он говорит, совершенно принятый всеми, основное положение, фундаментальное положение заключается в том, что все заповеди без исключения имеются в виду и ХУКИМ, и МИШПАТИМ. У них есть, как пишет Рамбан, ТАХЛИТ МОИЛА БЕМЦИЮТ. Наверное, перевод такой. У них есть какая-то изначальная задача для того, чтобы делать, или у них есть изначальная задача правильного обоснования в жизни. То есть, грубо говоря, они все правильно сделаны для того, чтобы человеку было хорошо. А они просто сделаны. Почему? Потому что, ну, бывают такие, вот по-русски же было такое слово, САМОДУР называется, да, ЦАРЬ САМОДУР. Он приказал, что-то беги туда, беги сюда, все эти холопы падают ему, эти самые, там, в ноги, бухаются, и пятое-десятое. Он говорит, нет, это не так. ТАХЛИТ МОИЛА БЕМЦИЮТ. И дальше пишет очень классно. КИЛО РА КИЛО ДАВАР РЕЙК ВУМИКЕН. Почему? Потому что это не пустая для вас вещь. То есть, идея такая, что даже если вам кажется, что это нелогично, вот неправильно, чтобы вы про это думали так, чтобы это приходило... Это цитата, извини, из Таре, там Мушек говорит... А, да, 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 правильно, 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 это Дварим, 32 стих, 32 глава, 46 стих. ОК, и дальше приводится ИЗНОВИИМТОЗА, ИЗЖИШАЯУ, и он тоже говорит на ту же тему, что это совершенно как бы неправильно понимать, что заповедь это что-то такое тоу, непонятное, хаотическое и так дальше, да? Итак, какой вывод из того, что мы сказали? Из этого следует, что и у хуким, и у законов, и у мишпатим, и у ставов у них вместе есть таамва и гайон. У них есть смысл, и у них есть логика. Но, какая разница? А вот сейчас уже есть некоторый первый вывод. Веколе афхана, эна, элла бена мишпатим, шетаамам галуй. Лэбена хуким, шетаамам, шетаамам нестар. А вся разница заключается в том, что мишпатим в уставах, их смысл, он нам открыт. А в законах, их смысл, он для нас закрыт. Вот это, как бы, некоторый первый вывод, очень интересный. Мне кажется, как бы, смотрите, 100% как бы разложить по полочкам, все не получится. Все равно остаются, как бы, остаются вопросы, остаются вещи, которые не 100% понятны. Но, во всяком случае, вот такое вот положение, да, которому приносит хананаппарат, мне кажется, которое заключает вот наше первое обсуждение, мне кажется, оно, как бы, для меня, во всяком случае, впечатляющее. Первый, вот дальше вторая, вторая, как бы, постановка, она такая, называется. В общем, подходит, как к общей, как правильно подходить к смыслу понимания заповедей. Ну, вот в свое время издательство, в котором я работал, он привел такую фундаментальную книгу профессора Айнемана, правильно, которая называлась «Смыслы заповедей», «Тамея Митцвот». И он, как бы, пытается, в общем, логически объяснить все заповеди, разбивая их, как бы, по смысловым категориям конституционным, и так дальше. Вот хананаппарат посвящает небольшой кусочек этому и говорит. Звывается так. Она специально так делась, чтобы это немножко так звучало. Ну, если не стихотворно, то, во всяком случае, красиво. Лаа Циц – это взглядывать, подсматривать. Да, вот Цицид, да, кисти видения, то, что евреи, как бы, носят под одежды. Вот там такие ниточки есть, которые, вообще говоря, у кого-то выглядывают, либо вообще выглядывают, либо, в принципе, могут выглядывать. Это называется ла Циц. лаоцит это когда человек и он пытается на по-русски слова подсмотреть она нехорошие подглядывание в нем есть такая коннотация нехорошая но вообще лаоцит это попытаться в том что как бы не видно сто процентов то есть нет стопроцентного как бы видения но тем не менее подсмотреть то смысле что попытаться проникнуть взглядом на то что не видно сто процентов дальше пишет оксота из болот то есть это по-русски перевод на кончик на концах пальчиков пальцев до пальцами как и про балерины ходит да и так он приводит примеры идея такая что мудрецы они несмотря на то что тем не менее мы смотрели палмут заканчивать это вот рассуждение в том месте который провели было сказано женах асхут ларер ли у тебя нет никакого права как бы на р-р-р мне кажется смешка коннотация такая на как бы шли ли отрицательная я не то что есть он не написано у тебя нет схута лахшофале думать про них ларер это означает в общем как-то не могу сейчас придумать хорошего русского слова это как бы думать такой с отрицательным направлением которое как бы надо правильно перевести сомневаться до сомневаться ну да хотя по-русски сомневаться это более как бы но это как бы это то что тебя это размышление которое приводит я к сомнению да но вот ларер да это это ближе к тому что сомневаться но да тем не менее тем не менее мудрецы мудрецы они не запретили как бы попытаться попытаться понимать смысл да вот что говорит дальше рамбам вмешно и тура в конце и уход мило он пишет так рауэлла адам лейтбонен бэмиш потей от ура ок душа уная досок и не а нам к фиг ухо о к фиг ухо и так он говорит что вообще как бы полезно человеку рауи то есть как бы ну подобает до подобает человеку лейтбонен это всматриваться думается тоже правильный русский перевод это смотреть конструктивно почему потому что лейтбонен это вообще говорят слова бния строить и вот то что конструкция нам точно по-русски вот и это хорошее да смотреть конструктивно правильно конструктивно смотреть в мишпатей тура в уставы торы святой вылая вылая досок и не нам и для того чтобы попытаться докопаться до их смысла но подчеркнуто жирным к фиг ухо потому насколько человек способен но зачем добавка к к фиг ухо потому что не случилось ситуации шило им цало там было яда ло ила валия кальбейна если получается ситуация что он не найдет достаточного обоснования и нет постигнет полностью логически почему это делать то она не представится ему льковесно она не отбросит да и тогда пен и фроцбург и тогда не прорвет вот скажем не хочу кать за год прорвет ту ограду которую всевышний сделал своими как бы законами устал он и так как бы мисс гератором в которой должен жить человек я расчет не понимает тем не менее он не должен его прерывать да сейчас секундочку ну да окей это в отличие от философ которые как бы говорят 6 человек как бы логически не не может какую-то вещь обосновать понять дойти до нее то она общем бессмысленно не имеет как бы смысла об этом отношении это не так уж хазаль мудрецы они как мы уже несколько раз повторяли да как я повторял тем не мяччик не дошел до конца не понял и должно не должно препятствовать ему ли служить для него прекрасно для того чтобы не выполнять как пишет рамбам заключает выдавар шило им целу там алия кальбейна а вещь или как бы заповедь которую не поймет не дойдет смысла не будет легкой да вот как по такому знаменитому выражению привожу ее потому что у меня это уже лет 40 если не больше да в голове это вот фраза который я слышал своих родственников до свинину я мы ничего не происходит вот человек не дошел до чего не как бы ел нормально все так теперь дальше смотрите вот интерес следующий параграф очень интересно называется так тоже иврит очень красивый 2 кут бо митсва то есть прилепление к заповеди выдвигут вам и совы то есть можно как бы есть разный подход не то чтобы разные подходы но есть некоторая совокупность прилепление или смысле желания соблюдать заповеди а с другой стороны прилепление или желание слушаться того кто эти заповеди заповедует называется двигут бам и совы до возникает вообще вопрос который по идее вы должны были меня буду спрать перебить и спросить несмотря на все вышесказанное до возникает некоторый принципиальный вопрос мадуа бихлали стира тура и там шель хукин а какой вообще был смысл в том чтобы скрывать от нас смысл части заповедей и называть их хука непонятно и действительно весь и весь смысл этого скрытия от нас заключается в том чтобы поставить нас перед испытанием и исполнять то что нам непонятно и тогда он отвечает секундочку а ну хорошо и тогда объяснение такое тогда храм аппарат пытается объяснить так он говорит что по-видимому изначальный смысл создание такого такого рода заповеди который называется хуккин изначально да идея была в том чтобы приучить человека исполнять что-то что не кажется ему стопроцентно тиви то есть хуже с его природы потому что это я уже говорю да что иначе по видеому общая логика будет такая я соблюдаю то что мне представляется естественным и правильно опять же сейчас в скобках скажу это мое да может быть я не очень прав но точно сейчас пришло в голову вот мне кажется что вот вот то чего сейчас предупреждает ханан парад вот как я себе представляю да хотя это специально я не изучал это более-менее направление как бы реформизма и фамистского иудаизма так по простому что там что-то более глубоко есть я не знаю как бы идея заключается в том что давайте подойдем с нашим вот нормальным житейским правильным разумом к традиции и давайте отберем что сегодня подходит а что не подходит и тогда как очень просто от люди разумные со степенями без степеней как угодно может быть даже со степенями и начинают разбирать по полкам это подходит это не подходит это подходит от не подходит ну и как бы все отбирают то что им как бы считается подходящим да и вот это по видеому по видеому это вот изначально была идея выделить особую категорию в качестве хуким для того чтобы такой подход в рамках ну как бы ортодоксального иудаизма он он не смог бы быть да и тогда тогда получается что по этой точке зрения у заповеди которые относятся к хуким к законам у которых смысл он скрыт от нас как бы ценность их исполнения больше от ценности исполнения уставов смысл которых нам понятия и он говорит что вот этот эту эту точку или точку зрения это положение подчеркивает рамбан опять же в конце илхот мила сказано в торе уж март мэтт коль хукатай в это коль мишпатай васит ему там и будете соблюдать вы соблюдать все мои законы и все мои уставы и будете делать их а что сказали хахамин вот очень интересное разделение смотрите на одном дыхании могу еще раз повторить на одном дыхании в этом пасуке посмотрите в икра 19 глава тридцать седьмой стих на одном дыхании как бы тора говорит летен шмира вася ялы хуки мука мишпатим и шмира и осия сказано одинако и про хуким и про мишпатим осия осия это то что мы делаем в хуким понятно это то что мы делаем как в исполнении заповеди а что такое шмира это то что человек будет осторожен для того чтобы не достичь своим как бы не прийти к мысли что если что-то не понимает он может отбросить окей и кончается в конце сказано коль митву т.х. эмуна как сказано коль митву т.х. эмуна все твои заповеди вера и поэтому в каком-то смысле нельзя отбросить и разделить между теми между ими и другими но тем не менее интересно что тора она их дима то есть она предшествовала заповедование законов как сказано уж мартэм и тхукатай будет мишпатай ашер я сел там адам бы хай баэм очень сильная да этого икра 18 18 глава 18 глава 5 стих и будет соблюдать и будете соблюдать все мои законы все мои уставы которые вы будете делать который будет делать человек и будет жить и и будет жить ими или в них интересно что здесь хукатай законы они предшествуют мишпатай устал и наверное как грит рамбан для того чтобы подчеркнуть что есть не то чтобы эрах но есть значимость более сильная тяжелая фукатай законы последствия мишпатай да окей последний на этом я закончу не буду у нас не очень немного времени на осталось вот очень интересная такая мне кажется последнее рассуждение о том что более правильно начинать с такого очень банальным и простого утверждения до который я бы тоже написал про себя до человек который долгое время не ест свинину или вообще не с рождения не ел свинину да ему вообще сама идея о том чтобы есть например свинину да она ему противно на ведь называется то хозер за а и противно а он лежать наоборот хозер зело могилюки почему-то мудрецы мы сейчас посмотрим они именно говорили наоборот неправильный подход есть человек будет говорить да я не хочу есть эту свиньи над как гадость вообще кто в этом может подумать ну понятно же даже по простому здесь какой-то зильзуль да с получательская профанация в принципе не охота но такая чё тогда это называть как бы законом которые которые надо соблюдать без того чтобы понимать если даже как бы и не нравится вот он приводит интересный пример как бы разницу между философами и между мудрецами вы представляете такая позиция что вот можно как бы разделить всех людей по соблюдению западе на две категории один называется я шар а другой называется кавеш только я шар человек я шар у которого нету я сырара но когда тему не исполнение какой-то западе но вот эта свинина которую мы как бы прицепились грубо говоря да зима принципе неохота есть ну и все ему как бы он исполняет его запись почему потому что идет по прямой дороге но его никто не сбивать с толку а есть другой называется кавеш а у человек очень хочется съесть или что-то другое сделать да а он исполняет почему потому что он как бы работает над собой и преодолевает вот это вот как бы сатана дурное начало исполняет теперь дальше она приводит я думаю что это правильно я не уверен не проверял вот что с точки зрения как бы философии классической философии не знаю вот человек который я шар он считается более правильно настолько высокий что его даже не тянет на это а а вот с точки зрения мудрецов как ни странно это наоборот считается более заслуженным или более высокое исполнение когда человек таки да борется более того вот вот какое интересное выражение амру сказали хазань аль йома радам и ивши пускай не говорит человек энер цуне я не хочу ли холь басар бы халав я не хочу есть вообще молоко с мясом не очень противно есть мясо вместе с молоком да или скажет ивши 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 на на раме тут на хамана знает лучшими то есть не наверное наверняка знает лучше меня там же просто знает вот я как бы не хочу одевать вместе шатнес смешивать как там лен и что еще и хлопок он да правильно сказал или нет лен и что и шерсть а да 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 лен и шерсть да он сказал я не могу просто надеть это мне противно это у меня кожа начинает свербить да а нет его пивши вы наоборот правильно если он скажет очень класс очень здорово ветчина с жену потрясающая еда вот горчичкой просто с жену рабы пошла да и одежда который замечательно такая клёвая одежда вообще классная да и вообще сто процентов бы я это делал но а виши башамаем газар лай отец небесный приказал делать не мог не могу все вот этот урат это в комментарии туратка ним к пороша тайг души да и тогда интересно трамбом он продолжает эту линию он говорит неправильно аль аль лолы адам лоханых этот смой лома неправильно человеку заниматься самовоспитанием и говорить себе хазир за могилю ты а это свинина нам не потратительно или бегать шатнес вот это вот смешанные до вида одежды который взять девать а ловушный хуар отвратительно одежда не помодишь это не буду носить да неправильно говорить элла дарома наоборот он должен говорить что не знаю роман так насеки не писал их нам и в ханам перескат ханам парад перескатушно написывает сейчас знающий вред будут улыбаться а эти охлень хазир бы кейф я бы вообще с кайфом то есть полный кайф вообще ел бы этого хазира вот это так правильно говорить и вообще вы уме дадыр бы бегать шатнес его хвастался тем что метка одежда клёвая да но я это них не делаю только из-за только по одной единственной причине потому что отец небесный он приказал мне этих у ким эти законы и мало того что приказал эти законы более того и стирме менее бы миху ван это мам он еще специально скрыл от меня смысл для того чтобы я их исполнял только почему потому что это его желание так заканчиваю и говорю с другой стороны те заповеди смысл которых нам открыт а в особенности весь тот свод законов который называется знаете есть даже такой мунах термин и вредит бен адам лохаверов между человеком и моего ближним вот весь этот свод законов наоборот человеку надо принять к исполнению не потому что это просто правильно делать логически типа ты не ворую соседом что вас тоже тебя воровать будет как же вы жить то будете ребят в одной общаге как вот учили бы люди нет он должен ширибона у ламины тмин были бо он всевышний утвердил в сердце человека логическое понимание этих заповедей да почему для того чтобы он их делал издаут на душевной идентификации интересная штука что даже те вещи которые нам как бы карутся аналогично что ты тут придумаешь но больше нельзя не воровать не убивать там не прелюбодеяния ну понятно там женами начнут он этого тот это ну как бы логические же общество не может существовать но вот интересно сама мысль что это это не так просто что мысль о том или вообще идея о том что это нельзя делать она гораздо более глубокая человек должен это исполнять что-то где-то похожее как мне кажется на только он исполняет хукин ведь и получается такая интересных разводят как бы по местам делай гораздо более сложными интересными хукин не говори что мне не хочется вообще в жизни бы не ел свинину на отврате ты нет скажи мне хочется есть для чего чтобы наоборот чтобы это было выглядеть что исполняешь ее действительно и с другой стороны даже самые простые вещи бен адамла хаверока ты делаешь ты понимай что всевышний утвердил в твоем сердце это не делает делать чтобы у тебя было естественно и естественно и божественное желание этого не делать ну вот как бы на этом я закончил такая как бы неоднозначная вещь но мне кажется довольно красиво все как бы более-менее разложено по полочкам у к этому приводит просто начать нет времени у меня сил нет переводить там очень красивый из раф кука вот где он пишет об исполнении западе насколько этот человек должен с этим идентифицироваться исполняться даже те вещи которые коржен тривиальными естественными вот насколько это должно быть происходить из самого как бы нутра человека и тогда это действительно исполнение заповеди ну все господа и дамы я как бы закончил если у вас есть вопросы пожалуйста можно можно скажу пожалуйста ну я не знаю у меня это как бы автоматически если чего-то нельзя я это есть не могу не могу ну что я должна говорить что я это очень хочу и не делаю потому что нельзя я не хочу и не могу я я думаю что но исполняют далеко не все но с едой это просто просто на автомате идет ну с едой у нас так вообще мы как бы на автомате в какой-то момент ты приходит на автомат понятно человек как бы автоматически не ест и более того когда меня приглашают куда-то на какие-то там не семейные ну какие-то там не знаю празднества вот и когда я вижу что вместе эти самые мясное молочное вот точно как скажут что так не думай смотреть просто невозможно волосы дымом встают блин как люди я просто это не могу я думаю что прям все это самое принимать руководство к действию это некоторые в некой савасовской линии которая идет из толку да если другие например я до всяких религий всего никогда в жизни не могла есть мясо с молочным я просто для меня это не мысль моя вещь была мне когда-то дочка сказал положить мясной суп сметану меня вырезала глаза на лоб то есть как бы как это можно вообще хотя в семье у нас как по-моему особенно это никто не не учил и не проповеду ну ну так что теперь делать я виноват действительно я для я не могу сказать что я этого хочу совершенно другое раки например вот была совершенно прекрасная еда раки когда не хочется он не виноват что ему не хочется кальмары были замечательные идея такая что в вопросах которые ты не понимаешь это ничего это нормально сказать я бы ел но я могу с этим справиться да с другой стороны я не знаю если можно это не совсем в тему потому что мы обычно в обсуждениях стороны обычно не поощряем уход тем не менее я хотел сказать что вообще в таре очень много вещей которые мы не понимаем и хуки и в мишпатиме конечно хуки в относительно мишпатиме они гораздо менее понятны там есть много непонятных вещей но с другой стороны их там перечисляют подчеркнут комментаторы другой стороны все глубинные вещи в таре они постепенно раскрываются постепенно становятся более понятны то же самое и с хуки им они до конца нам никогда не могут понятным но тем не менее в них есть очень много вещей которые с точки зрения идеи можно объяснить и понять в частности тот кто делает приготовляет пепел красный коров почему он становится нечистым а тот кто чистит нужники он делает туалеты чистым а сам он при этом пачкается ничего не сделаешь это это идея она не только относится к к уборщицу это и к тому человеку который вынужден заниматься тяжелой неблагодарной какой-то общественной работой там духовной там ему приходится иногда или не те кто помогает каким я например много лет была волонтером общалась с молодежью в тяжелых ситуациях там есть волонтеры которые по ночам ходят между этими брошенными детьми и занимаются такими тяжелыми вещами они спускаются вниз куда-то в эту грязь в тяжелые какие-то ситуации и для того чтобы извлечь оттуда этих детей например людей иногда это приходится людям запачкаться чтобы чтобы очистить других это идея она есть это это можно объяснить но все до конца в красной коры мы не поймем и других каких-то хукеев дамы и со свиньей то же самое с птенцами птенцами например с яйцами вниз да вот это абсолютно непонятно почему на самом деле она понятна секундочку она понятна это экологическая такая запад ты не должен подрезать лигам полностью весь рот этой птицы ты ее отгони ты забрал этот ее вывод и когда мы сейчас еще есть ты оставляешь потенциал экологический в мире всему есть какие-то но это если тебе они нужны если ты хочешь их съесть ты не истребляешь всех бизонов оставь немного на развод хотя бы в зоопарке и так далее то есть тут есть какая-то идея хотя ты не можешь сказать что ты ее целиком постиг и так же в том случае человек который выходит в полицию и добавляет что-то от себя и говорит что твое насердие дошло до птицы ты очень это не разрешается да потому что ты очень стузил смысл этой западе целиком ты ее не постигнешь и не надо если эти слова тебе не вложить мудрецы в слава молитвы не говори то есть претензия на то что ты все понял она нелегитимна потому что действительно всегда есть какая-то глубина но я хотел сказать что во всех даже тех самых непонятных западах вроде красные коровы которые в этой в этом разделе рассказывают всегда есть вещи почему она красная понятно почему она красная можно объяснить потому что красная ассоциируется с материальным например и вот как материальные используются для очищения духовного это я очень красно говорю есть об этом много написано тем не менее это все не исчерпывает законы в законе всегда есть какой-то очень глубокий смысл который мы не доберемся но какие-то отдельные аспекты но понять извините за внимание вопрос немножко в сторону как бы общий я отвечу да вопрос а вы думаете виктория пишет а вы думаете та тора который у нас сейчас не переписывалась не реформировалась ведь я вам отвечу так как я понимаю во первых известно что есть очень строгие законы которые касаются там переписки то есть все законы которыми еврейский народ максимально постарался передать тору в том виде тщательно без ошибок до переписывая свитки это раз мы подтверждаем свою веру вот в это утверждение тем что мы синагоги когда читают тору да после чтения тору и и поднимают и тогда все присутствующие как бы показывают мизинцем и говорят это та самая тора значит а ответ такой да в отличие лавдель от вопроса которые задавали экскурсанты масс музеи московского кремля когда они смотрели на шапку мономах и говорит что та самая шапка этим чем нам голода не дурите здесь немножко другой вопрос ответ заключается в том да мы принимаем ту туру который у нас есть как ту туру которую получил муж и синайском откровение при даровании туры окей евреи сохраняли так максимально как они могли сохранить и дальше ответ получилось это или не получилось по видему надо посмотреть на то как живут евреи сейчас как они жили сто лет и как они тиры мы жили двести триста и тысячи лет назад и вы найдете больше сходства чем отличие и по-видимому все от общий ответ он такой я уже говорил тривиально данному повторю еще один раз вот такой известный анекдот коротенько когда сидит программист и сын его смог показывают ему на солнце которого не закатывается там за спиной говорит папа как вот солнце садится это вообще как это происходит отец поворачивается говорит работает не трогай и ответ такой мы уверены что это самая тора почему потому что это работает другого у меня другого ответа не ну вот и на хама пожалуйста не хама кто-то может дополнить сказать если речь идет о самом тексте тары то в принципе мы действительно верим что это теории теории основаны на литературном анализе скажем которые говорят что это сделано разных источников скомпилировано но у нас есть другие ответы на вопрос почему есть различия в разных разных книгах и и поэтому есть можно отдельные лекции посвятить если вам если же речь идет о устной теории которые действительно развивалась и изменялась и мудрецов и им было дано как бы второе право определенные изменения не вносить какие-то изменения в закон и тары но и интерпретировать продвигать, вносить какие-то собственные установления для того, чтобы, по их мнениям, правильно продолжался двигаться таран. В этом смысле действительно было много изменений в течение поколения. Но это изменения, которые делаются соответственно с определенными правилами, с правилами толкования, с правилами установления каких-то постановлений. Например, если они иногда вводили какие-то постановления, которые облегчили жизнь людей, например, разрешали, всякие юридические фикции вводили, чтобы нужно было жить. Например, то, что всем известно про Даша Хамеса. В каком-то смысле это юридическая фикция про Даша Хамеса, но это очень сложное постановление, которое сделано специально так, чтобы дать возможность существовать в тяжелых условиях евреям, когда нет возможности соблюдать закон так, как он записан в таре. Ну, если вы это имели бы. Окей. Ну, хорошо. Это никак не имеет отношения к реформизму. Потому что, как Натан сказал, очень многие вещи там действительно делались так, а как бы нам угодно ни было. Да, они совсем пренебрегали. А потом действительно реформисты, очень большая часть их не считает, что тарар с небес. Им удобно, и она удобная, она для каких-то целей, каждый раз для других она им годится, так они ее как бы немножко продержат. Ну, реформисты, опять же, бывают очень разные, поэтому это консерваторы отдельно. Ну, хорошо, господа и дамы, кто-то еще что-то хочет спросить? Есть вопросы, ответы, пожелания, комментарии? Хуким, Мишпатим? Поблагодарить хотел бы. Спасибо, Натан. Да, отлично. Столь тяжелую тему поднять, это вообще, я считал, что вообще в принципе невозможно, кроме ля-ля, тут ничего говорить, потому что, ну, и ты соблюдаешь, и не соблюдаешь. Тут нет середины. Ну, вот как ученый, я могу сказать, что на меня в свое время иудаизм, да, и деда, когда я спрашиваю москопскую свою Зихану Левраха, я говорю, дед, ну, чего ты соблюдаешь? Он говорит, я не знаю, чего, но мой отец так делал, мой дед так делал, и мой прадед так делал, и я должен так делать. Это основной мотив, честно говоря. А потом мне попалась где-то фраза «вера выше знаний». Это где-то в иудаизме, это я не помню, от кого это, ну, такая вот. И я увидел, что с точки зрения науки это единственный способ сделать что-то новое, потому что если у тебя нету веры в то, что то, чем ты занимаешься незнаемым, принесет какой-то успех или что-то новое откроет, ты просто заниматься этим не будешь. Поэтому ученый внутренне как-то чувствует, что, о, вот здесь что-то есть. А тот, который не чувствует, а логически это все взял, он ничего нового не сделает. Да, будет, может, патент, может, еще что-нибудь, статья, но они будут принципиально новые. Принципиально новые рождается вера выше знаний. И это из-за иудаизма. И поэтому я к Хуким отношусь очень просто. Он мне сказал, не лезь ты в мои дела. Вот тебе красная корова, делай, как я сказал. Вот там вот эти животные, делай, как я сказал. Вот тебе с женщинами обращайся так-то. Ну и так далее. И тогда ты вроде как еврей. Ну, я так, по крайней мере, воспринял. Что значит еврей? Немножко по-другому. Мы старались все-таки немножко как-то, ну так, играть в ситуацию. Правильно? А не так, что... Да. Вот у меня это только так. Потому что я не выдерживаю логики ничего. Я много лет склопал на это. Ну, большое спасибо в любом случае. Спасибо за смелую лекцию. Ура! Успешно прошел в Иерусалиме Митсад Атгалим. Шествие с плагами. Не по полной программе, но, тем не менее, все произошло хорошо. Кроме того, что у нас опять пожары на юге эти сволочи жгут. Но в целом все прошло, слава Богу, хорошо. Без эксцессов, как говорится по-русски. Хорошо. Все. Всем счастливо. Пока. До свидания. Всем спасибо. Было замечательно. Будем продолжать. Спасибо. Пока. Спасибо, Натан. Спасибо, Натан. До свидания. Спасибо огромное. Да. Спасибо вам всем. Мы все вместе продвинулись вместе с вами. Спасибо. Спасибо.